Субтитры делал DimaTorzok Вы уже, в общем-то, знаете, что я читаю Обрата Маккама на «Жизнь мальчишки». Максимально внезапный для меня роман, потому что я вообще не хотела его читать. Я пыталась его читать 9 месяцев назад. Если вы на меня подписаны с чуть более позднего момента, я читала уже этот роман, начинала читать этот роман. Я прочитала одну часть из четырёх, потом писала пост в телегу, что, мол, так и так, мне совершенно не заходит, я абсолютно равнодушна. Я не знаю, почему все люди так любят этот роман. Не подписаны на телегу, подписывайтесь на телегу, потому что в основном туда я выкладываю всякий подобный бэкграунд за кадром. Половина комментариев написали, что очень жаль, попробуйте всё-таки дочитать, роман классный. Половина комментариев написали, что ну и хорошо, роман говно, неинтересный роман скучный и так далее. Но был один комментарий, которому я прислушалась. А мне конкретно в этом комментарии посоветовали отложить роман и попробовать почитать его летом. Потому что 9 месяцев назад, или 8, это была уже зима, по-моему. Роман мне вообще не зашёл. Несмотря на то, что, безусловно, я тоже тот человек, который может прочитать роман, не знаю, какой-нибудь суперлетней зимой. И вообще некая современная психологическая проза абсолютно не делится на сезоны, на мой взгляд. Но всё-таки, всё-таки, конечно, какие-то романы, видимо, кайфовее ловить в нужный момент. Вот, скажем так, что-то вот должно совпасть. Тогда роман зайдёт, как мне безумно сейчас заходит, «Жизнь мальчишки». Это при том, что я читаю, и я понимаю, что это абсолютно невеликий роман. Он сделан, вы знаете, как некие люди делают свою работу, очень чётко зная, что, где состыковать, какие элементы взять, чтобы было сделано очень-очень хорошо. В плане, наверное, текстового наполнения героями, сюжетными какими-то моментами, мне очень напоминает это просто хорошую ремесленную вещь. Но при этом это не отменяет абсолютно моего удовольствия, потому что я шла к этому роману с определённым ощущением, с определённой атмосферой. Просто у меня так получилось, что я достигла, видимо, какой-то... Ой, вы трясётесь, если что, это я просто стол потрясла. Я достигла определённой точки усталости и стресса, когда мне хотелось не просто произвести некое отпущение мозга и прочитать какую-то глупую литературу, не знаю. Я всегда могу почитать любовные романы разной степени, бульварности. Я всегда могу почитать какую-нибудь Супер Янка Далт. Но нет, мне хотелось надеть худи и не снимать её даже в плюс 28. Лечь в кровать и читать лёжа в кровати. Хотя мне очень сложно это делать, я ужасно завидую людям, у которых есть скилл чтения лёжа в кровати, потому что у меня болит спина, либо я просто засыпаю. Я вообще не могу находиться в кровати вот так раскрытые глаза, я лежу в ней 3 часа. У меня сразу мгновенно лёг, всё, на бочок. Когда я читаю, у меня это происходит буквально через 3 страницы, но тут я даже читала лёжа что-то немного. В общем, у меня было какое-то ощущение, знаете, абсолютно отрешиться от этого мира, отключиться от ощущения взрослого человека, который постоянно находится в некоем анализе и решении разных проблем, как каких-то обычно бытовых, так и каких-то очень психологических, стрессовых и так далее. Хотелось детства. Вот ты ничего не знаешь о мире, о взрослой жизни. С тебя всё это вот настолько далеко, и жизнь кажется, ну, типа, возможно, где-то сложной, о, у тебя сломался и велосипед. Но это твоя самая большая печаль на данный момент. Вот хотелось чего-то такого, знаете, какого-то глубокого ощущения каникулярного чтения. Так я подумала, что, может быть, почитать фэнтези, потому что в таком настроении я очень часто читаю фэнтези. Прям супер-супер фэнтези, знаете, какой-нибудь а-ля Мэри Стюарт, которая всё-таки классика и больше такой супер исторической фэнтези. Какой-нибудь приключалово. Прям вот такое я люблю читать. А потом я увидела, что вот у меня стоит, мне вроде как говорили, что надо летом читать, а тут лета заканчивается. Я подумала, может, попробую, и мне зайдёт настроение, и мне ужасно зашло. Это вот именно то, чего я хотела. Как я читала в детстве, какие-то берифины, вот это вот всё. Сюжет, я даже не знаю, вам нужен сюжет. Мне кажется, уже все читали этот роман, да? Только я последняя, как обычно. По сюжету у нас маленький мальчик Кори, ему 12 лет, и сразу книга тебя с ноги, знаете, вы влетаете в этот сюжет, в этот. Типа ощущения мистики, потому что, безусловно, это роман мистический. Кори как бы со своим детским восприятием ощущает местные легенды, мифы и легенды городка Валабаме в 64-м году, с всей искренностью своей маленькой душоночки. Поэтому, когда тут сразу начинают первые страницы, мы видим ужасную какую-то автомобильную катастрофу, причём завязанную на каком-то убийстве. Кори с отцом становятся свидетелями, как машина вылетает на дорогу и уходит в озеро. Падает в озеро, тонет. Отец Кори пытается спасти, обнаруживает, что там сидит какой-то чувак, которого избили, сдушили струной от фортепиано, привязали к рулю наручниками, запустили машину, значит, его в озеро утопиться. Для отца Кори это шок. Я подумала, вот чувак, явно не читал скандинавов. Но, тем не менее, вот именно вот этот сюжетный момент как бы запускает механизм всей этой истории. Потому что Кори одновременно видит какого-то подозрительного чувака, где-то там в лесу в длиннополом пальто, которое наблюдает за ними. Потом Кори этого длиннополого чувака видит потом при наводнении реки. Пока, вроде, вот он ещё не прорезывался, но какой-то непонятный мистический трэш тут якобы должен быть. А всё остальное это просто детство мальчика. Вот и всё. И мне, на самом деле, то, что раньше вообще не заходило, что я, видимо, подошла изначально к этому роману с ощущением того, что мне нужен какой-нибудь сюжет. Дайте мне какой-нибудь сюжет, тему взросления и вот этого всего. Здесь нет темы взросления. Здесь, видимо, цель изначально Маккамана была заморозить вот это ощущение детства. Вот в этот шар детства тебя засунуть, и ты должен в нём пребывать. Соответственно, здесь нет такого сюжета, который бы двигал Кори. По крайней мере, пока его точно нет. К этому резкому взрослению а-ля... Ладно, вспомним, давайте, Дона Тарт «Маленький друг», как Гарри там взрослеет буквально за одно лето. Вот это ощущение того, что она преисполняется, и так умненькая девочка преисполняется особой жизненной мудрости всего окружающего. Здесь этого нет. Это вообще супер кайфовое детство на фоне маленького южного городка. Причём Маккаман берёт все нужные чек-ин, проводит по всем квадратикам, по всему бинго специально, он собирает все эти детальки обязательно. Если мы говорим про маленький южный городок американский, то все персонажи, они вот все так или иначе встречали в других романах. Здесь даже есть образ всегда в подобной литературе, есть какой-нибудь образ старых вдов, либо старых дев, которые тоже такие специфические личности. Здесь, например, есть тоже две старые сестры и сёстры Глаз. Куклус-клан, естественно, это 64-й год, сегрегация, и негритянское население здесь выделено в отдельный район этого городка Зефира. И название этого города Зефир. Что это вообще? Здесь, когда вначале читаешь вот это описание Зефира во вступлении автора, заулыбалась, подумала, ну это, безусловно, некое идеализированное вспоминание своего детства. С другой стороны, сейчас я вот читаю эту книгу и тоже думаю, вспоминаю детство. Наверное, в этом есть какое-то ощущение отпущения как раз мозга. В том плане, что не хочется вспоминать из детства всё плохое, потому что, конечно же, ты его видел точно так же, как Кори здесь его видит. Какие-то трагедии, которые здесь происходят, неприятные вещи. Например, общество тут восстаёт против негритянского района, не хочет там помогать приростливе реки. Как местный психанутый священник разбивает радио, когда оттуда льётся современная музыка, что-то и всё греховное, когда отец его начинает иссыхать после того, что он увидел на озере, когда его избивают местные какие-то отморозки, тоже дети 13-14 лет. Кори сталкивается с этими проблемами, и он, конечно, познаёт некие истины, но на самом деле это что происходило в жизни, когда ты осознание взрослого человека всё это вспоминаешь. Этого делать автор не хочет, и ты не хочешь, в общем-то, вместе с ним. По поводу того, что Кори сталкивается с жестокостями жизни, то есть у Кори какой-то эпизод из его жизни, вот из этого его года, посвящённый, не знаю, там они были в церкви, он идёт к другу в гости, там видит пьяного его отца, что ещё было. У него умер велосипед, потом разлив реки, Кори борется с чудовищем из местной реки, потом он едет в негритянский посёлок, старейшине этого негритянского посёлка, к леди, как её все зовут, последний день школы, потом там парикмахерская, потом они играют в бейсбол, какие-то выходные, весь посёлок, весь городочек высыпал, отдыхает на аттракционах, плавает в бассейне. Кори впервые слышит музыку, которая ему нравится, бичбойс. Ну и вот я остановилась на главе «Пятое лето», «Добро пожаловать, Люцифер». В течение всех этих эпизодов, сталкиваясь так или иначе с разными людьми, со взрослыми в том числе, Кори как будто бы познаёт что-то в жизни, то есть он открывает для себя немного какую-нибудь маленькую дверцу из того, что на самом деле в жизни всё говно. Маккаман в этот момент пишет какую-то сентенцию философскую, скажем так, при том, что Кори очень мыслящий мальчик, очень думающий, он уже пишет рассказы, использует всё, что с ним происходит для того, чтобы потом это перерабатывать в творчество, и то, что у него иногда мелькает вот это вот понимание, скажем так, того, что где-то там в жизни всё на самом деле по-другому, когда Маккаман делает вот эти вопросы, я воспринимаю на самом деле спокойно. То есть там, где, например, у Бакмана меня это залит невероятно, ну, я вот люблю попинать Бакмана в этом отношении, что он гуру всех истин мира, и ещё ты всегда слышишь, что это именно Бакман тебе хочет раскрыть все эти истины мира. Здесь нет такого ощущения, здесь как бы вот эти истины мира открываются именно мальчикам. По поводу текста, ну, как бы он простой. Понятное дело, что есть тексты безумно красивые, какая-нибудь там Байт, условно назовём, ну, и можно вспомнить, конечно, и Набокова, но я Набокова не люблю, поэтому я вспомню, например, Байту, который очень тоже такой слог насыщенный, хотя, с другой стороны, он у неё и не настолько витиеватый. А что ещё недавно я из такого читала? Я читала Себастьяна Барри. У него тоже вот эта вот тонкость текста, которая далека, на самом деле, от лаконичности, простоты. Но простота, если мы говорим про простой текст, он ведь тоже бывает, например, суперлаконично, сделан так специально, из-за чего у тебя особый ритм даже возникает от текста. Или простота бывает классическая. То есть, например, Роберт Сан-Дэвис, у него тоже простой текст, но он вот прям классический, он основательный. А это просто табуретка. Но, на мой взгляд, тут нет ничего. Здесь нет никаких-то особых описаний. И при этом это не ритмичный текст. Поэтому он достаточно простой. Напрягает ли это меня в данной моей ситуации, когда я хочу сидеть в худи? Нет. Вообще нет. Это реально книжка для 11-летних детей. Для того, чтобы приключаться и немножко познавать взрослую жизнь с точки зрения ребёнка. В этом плане, мне кажется, блин, это круто. Я бы вот даже советовала как раз детям этого возраста вот это вот всё почитать. А что я хотела сказать? А, по поводу текста. По поводу текста, поэтому мне здесь понравился один отрывок. Он просто, знаете, вот такой действительно про этот город, про этот климат. А здесь, помимо описания городка, я вот столько, на самом деле, так быстро проглотила, хотя у меня время на чтение на этих выходных было вот столечко. А я просто захлёб вот это вот всё. Прочитала, залипала. Я даже монтировала. И, знаете, так сижу, монтирую. Потом такая, ну, я вот... Типа у меня перед их перекур. Пойду почитаю. Он такая, ну, надо монтировать. Снова сижу, монтирую. Потом такая, ну, я пойду почитаю ещё чуть-чуть здесь страниц. Настолько у меня всё это залипало, затянуло. Но, да, по поводу текста. Мне здесь очень понравился отрывок. Возвращаемся к нему. Он большой. Готовьтесь к тому, что я сейчас всё это зачитаю. Это лето уже. Это идёт глава лета. Подождите, я хлебнула. Баббл. Кофе с абальсиновым соком со льдом. Которого уже нет, потому что он растаял. В Зефире было начало лета. Мы просыпались утром в густой духоте. И хотя жаркое солнце постепенно разгоняло туман, воздух всё равно оставался влажным. И даже после прогулки к почтовому ящику и обратно рыбашка противно прилипала к телу. Ровно в полдень земной шар, казалось, останавливал своё вращение вокруг оси. И тогда даже птицы неохотно летали в душной и влажной синеве. Ближе к вечеру с северо-востока приплывало несколько облаков с пурпурным обрамлением. Можно было часами сидеть на крыльце за стаканом лимонада и радиоприёмником, настроенным на бейсбол, и наблюдать за медленно приближающимися облаками. Потом через какое-то время слышались отдалённые раскаты грома, и в небе блестели зигзаги молний, от которых трещало в эфире. Мог разразиться ливень на полчаса, но чаще всего облака просто проходили мимо без всякого громыхания, не уронив ни капли дождя. В сумерках, когда земля немного остывала, в кустах начинали свой концерт мириады цикад, и в воздух поднимались светлячки. Мерцая, они садились на деревья, висели на ветвях, словно рождественские нерлянды, не слишком уместные в начале июля. На небе высыпали звёзды, выходила луна. Если карта ложилась удачно, я иногда могу говорить родителям и разрешить мне посидеть подольше, часов до одиннадцати. Тогда я оставался во дворе и смотрел, как один за другим гаснут огни зефир. Как только исчезал последний огонёк, звёзды начинали сиять особенно ярко. Я смотрел в самое сердце Вселенной и видел, как кружится звёздный водоворот. Был лёгкий ветерок, нёсший с собой сладкие запахи земли и леса. Где-то во тьме тихо шелестели невидимые деревья. В такое время не поддавалось осознанию, что мир устроен вовсе не так идеально, как раньше картрайта в золотом дне, и что не в каждом доме живёт семья из троих моих сыновей. Я от души желал, чтобы мир был именно таким, но недавно я собственными глазами видел фотографии с растущими пятнами тьмы, человеком, объятым пламенем, и церковью, разрушенной бомбой, и потому начинал догадываться, как обстоят дела на самом деле. О, это было прекрасно. Вот здесь простой, как табурет Кабакамон. Сумел передать, мне кажется, атмосферу, и это было очень хорошо. Что-то я ещё хотела сказать. А, да, тут просто вот он упоминает троих моих сыновей. Золотой день. Здесь очень много отсылок к американскому культурному коду. Причём именно к тому культурному коду, который, мне кажется, может быть даже неизвестен на мировом уровне. Понятно, что ты можешь смотреть какие-то культовые фильмы из тридцатых и сороковых. Я уже молчу про 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, и тем более 90-е. Но упоминаются сериалы какие-то личности, которые знают именно американцы. И мне кажется, этот роман можно и нужно читать даже для того, чтобы именно попробовать погрузиться в этот вот культурный американский код. Возможно, даже если вы не ленивый читатель, я ленивый читатель, вы будете всё это гуглить. Возможно, вы даже что-то потом посмотрите, послушаете, и таким образом вы прям познакомитесь с американцами. Да. Мне ещё очень понравился эпизод из лета. Это именно эпизоды, просто разные эпизоды. Мне ещё очень понравился эпизод из лета, когда он идёт вот в бассейн как раз с родителями. Они тусят возле этого бассейна, и там священник, когда разбивает радио, Кори слышит песню Beach Boys, по-моему, California Dreaming, кажется, она называется. Известный трек. Боже, я его даже пошла переслушала, он так хорош. Прекрасный трек, очень крутой, и я его переслушала, и вот когда слушаешь этот трек, читаешь этот эпизод, у тебя всё складывается. Мне так понравилось, когда Кори тут, после того, как священник разбил этот радиоприёмник, и он про эту песню думает, что... Я мало что знала зле большого города, но не чувствовала себе ни малейшего желания нарушать мораль. Это, мол, вот эта песня разлагает морально детей. Песня просто была клёвой, и на душе от неё становилась клёво. Я вот пошла, послушала и подумала, блин, трек реально клёвый, и на мой взгляд, он гораздо круче всех песен Beatles. Ужасно громольная мысль, но вот этот вот трек Beach Boys действительно очень хорошо сделан, и он вот, он качает тебя. Мне очень нравится. Это супер каникулярно, вот сейчас на меня снизошло. Безусловно, тут надо любить литературу, посвящённую Южным Штатам, потому что всё-таки это очень, конечно, в традициях, оперирующая всеми этими, как это называется, типажами, но пока я в восторге. Буду читать дальше, где-нибудь там встретимся. Я уже даже не хочу соблюдать, у меня настолько лайтовое это чтение, максимально в хуге. Я даже тут не высчитываю одну треть, я просто читаю, вот остановилась вам рассказать на пятой главе, где тут пятая глава. Да, вот, добро пожаловать, Люцифер, всё, я тут. Смею чудесная закладочка из Мальдив, которая говорит, ешь, читай, спи, повторить. Вот я примерно по этому же принципу живу этот выходной, читаю этот роман, и считаю, что именно вот так, и в таком состоянии он заходит. Пошла читать дальше. Знаете ли вы что-нибудь о читательской боли? Это когда ты читаешь лучший захватывающий роман, как из детства, а потом тебе приходится насильно прерваться, буквально, когда тебе осталось прочитать вот страничку, потому что план по Гардио сам себя не выполнит, другие планы контента тоже сами себя не выполнят, и в итоге вот у меня произошёл некий перерыв, но вот это вот всё, что я дочитала до последней части, до зимы, оно настолько классно читалось, настолько быстро, настолько увлекательно, я ничего не делала, я реально просто отодвинула все свои вечерние дела после работы и только читала эту книжулю захлёбка когда-то в детстве, когда ты болеешь и сидишь или там летом на коньякух, вот, не болеем, а сидим летом на коньякух. Короче, да, книга, получается, поделена у нас на сезоны, я вот доползла до четвёртой части «Холодной правды зимы», я настолько вижу минусы, мне кажется, этого романа, что могу понять, почему он может не понравиться, но при этом получаю такое огромное удовольствие просто потому, что я не знаю, что в целом на эти минусы мне пока пофиг. По сюжету, я даже не знаю, тут нет сюжета, в том-то и дело, тут нет сюжета, всё, что я прочитала за лето и за осень, это различные веселения Кори, которыми он занимался летом и осенью, то есть летом он съездил к бабушке, тусил с друзьями, начались каникулы, он там сдавал экзамен по математике, чтобы не попасть в летнюю школу, потому что кому охот сидеть летом в школе, потом наступила осень, да там вот в этом переходе между летом и осенью к ним приехала ярмарка, они там посмотрели на носорога, которого выставляли якобы динозавром, и там такой странный, криповый момент на этой ярмарке, но ярмарка была прикольно описана, у него там ситуация с собакой, у него собаку сбили, и вот он наконец-то учится отпускать, прощать и так далее. Мне, кстати, очень понравилось, как Макамон на этот момент написал, потому что тут прям, ну, в лоб достаточно, но это детская книжка, мы простим. Макамон здесь для детей пишет, для каникулярного детского чтения, как ребенок не умеет вот это вот, ну, у тебя животное заболело, и все, его не вылечить, и вместо того, чтобы отдать его на усыпление, Кори здесь делает максимально все, чтобы собака выжила, и собака мучается, она уже не жива, но Кори ее оставляет в себя, и вот, когда он проходит этот уровень жизни, он видит, что все-таки, конечно, нужно друга отпустить дальше, это было так прям, ну, показательно, поучительно, хорошо. Я думаю, дети, когда будут читать этот роман, они это запомнят. Потом, что еще такого из событийного, ну, мне понравилось из лета случай с козой, он поехал к деду с бабкой, коза, короче, потом дала огород, или что-то такое, я ужасно люблю вот эти вот моменты, даже несмотря на то, что этот момент был малепусичный, но я люблю все эпизоды с козами, люблю коз, поэтому люблю вот такие вот сценки, козы и гуси просто лучшие. Потом, что такого важного, он сходил в поход с друзьями, и в походе они наткнулись на какую-то странную сделку, где местные бандиты передавали какой-то ящик местным куклусклановцам, здесь есть куклусклан, видит, все-таки попадает на периферию бандитского мира местного, сначала благодаря деду, который у него оказывается страшный игрок, потом благодаря этому походу и ночному видению, потом он оказывается вмешан там в какие-то разборки местные, и так мы постепенно движемся вот в этом сюжете, то, как он разбирается с плохими ребятами в этом городе. Ну, это все было так нормально, прикольно, вообще так трейловенько, классно, то есть это хотя бы двигалось по сравнению с основным сюжетом, потому что основной сюжет это провал, это провал, этот роман вообще максимально далек от идеальности, потому что, на мой взгляд, так ужасно то, что Маккамон начинает для тебя эту книгу с вот этого обалденного сюжета, когда машина булькает в озеро, когда мы видим, что кто-то что-то таинственно кого-то убил, и вот отец с Корей становится свидетелями. То есть это настолько сильный сюжетный момент, и дальше что делает Маккамон? Он на него забивает, забивает так хорошенечко, и очень долго про него вообще не вспоминает. Второй хвост, который висит, и, кстати, который пока никак не проклюнулся, это то, что Коре достаточно долгое время снились кошмары, снились кошмары, связанные с, опять же, с леди из этого негритянского поселка. Ему снились какие-то четыре девочки, которые стоят под деревом, ну, они сначала разговаривают между собой, потом разворачиваются к нему, как бы во сне, и что-то ему просят, то есть не просят его то ли подойти, то ли что-то сделать, и он вот постоянно их видит, и периодически они еще меняют свои телодвижения, короче, максимальная крепота, и это висячий хвост, с ним ничего не понятно. И то, как Маккамен разруливает главную линию с трупом в озере, это так странно, ну, типа, странно, очень странно. Забыл? Напрач. Происходит много всякого в жизни кори, и потом Маккамен такой, о, а у меня там линия, надо ее завершить, и я завершу ее вот так. Это было так тупо, серьезно, это было очень глупо, и я вообще не оценила этого момента, и я такая, да, ну, ладно, потому что автор так захотел, потому что он вспомнил, что у него есть эта линия, это было смешно. Но этот хвост хотя бы потихоньку, то есть, он провис, потом автор вспомнил, а сейчас пока он снова провис, пока непонятно, там кори что-то, как бы, кажется, догадывается, кто убийца, и что там будет, наверное, происходить, но пока вот опять были бандитские разборки. Потом с девочками, сон с девочками провис, я надеюсь, он потихонечку спредется, и когда там проклюнулся сюжет, я такая, ну вот, наконец-то, сюжет проклюнулся, теперь самое время наконец-то решить что-то с психическим здоровьем отца. Потому что иногда здесь Маккамен вспоминает, что у отца кори травма от увиденного. Ты читаешь-читаешь про кори, и потом такой, о, отцу плохо. Читаешь-читаешь про кори, о, отцу плохо. Снова читаешь-читаешь про кори, о, снова отцу плохо. Вроде как, отец там что-то начал делать во время бандитских разборок, Отец немного оживился. Я вот все жду, что с отцом тоже все разрешится. Осталось на самом деле не так много текста, но очень много разных линий и вопросов, которые Маккаману нужно завершить и желательно завершить красиво. Я вот все думаю, не сделает ли Маккаман опять много всего про жизнь Кори, она все остальное забьет, ну посмотрим. И еще один хвост висит, очень много хвостов. Еще один хвост в сюжет вот висит с тем, что Кори видел в лесу. В лесу, когда он был в походе, что-то с этим ящиком. Разберется ли с этим Маккаман, не знаю. Это забавно. Забавно то, как он настолько наплевательски строит важные сюжетные моменты и совершенно про них забывает. Для меня это плохо? Да нет, мне плевать на самом деле. Мне настолько плевать на эти загадочные линии, потому что я читаю просто про жизнь Кори. Мне просто интересно про его всякие приключалово. И то, что он там ввязывается в бандитские разборки, это вообще тоже было такое, знаете, из разряда. Ммм, тихий американский маленький городок, где ребенка могут похитить. Ммм, тихий маленький американский городок, где перестрелка прямо на заправке или на остановке. Реально перестрелка. И я такая, ммм, как круто жить в маленьком тихом городке, где ничего не происходит. А происходит на самом деле дофига всего. Но вроде как с бандитами разобрались. И, кстати, вот эти вот бандиты и бандитская семейка мне это очень сильно напомнило, но перекликнулось с ребятами, с бандитами из маленького друга Дон и Тарт. Но у Дон и Тарт это, конечно, все гораздо страшнее, гораздо реалистичнее, наверное. Потому что здесь оно все такое, немножко на уровне колбойских фильмов, а у Дон и Тарт это прям мрак на берегах Миссисипи. А так, так все круто. Так прям, знаете, очень по каникулярному. Я вообще супер довольна, на самом деле. Действительно, очень легко читается и очень тройково, потому что это просто детство. Просто про детство мальчика. И вот эти вот все хвосты недописанные, какая-то вообще не то, что непоследовательность, но вот то, как Макамон поступает с этими сюжетами, важными вещами. Или то, как он такой, вроде у нас есть важная леди, но она там что-то появилась, а потом снова исчезла, а потом снова появилась и снова исчезла. Вот этот вот отец, который вроде как бы психически нездоров, но он тоже такими вспышками периодически по тексту. И иногда сильно появляется, иногда снова исчезает. Это неравномерность. Мне всё равно. Роман, на удивление, настолько затягивает и настолько вообще тебя по-детски максимально отрешает от мира. И это великолепно. А если серьёзно, как-то, знаете, по-взрослому прям оценивать книгу, она вообще... Тут прям большие вопросы у меня ко всему происходящему. Вот это и вот в лоб всему, что происходит с Кори, насколько Маккамон вообще не запаривается по поводу каких-то важных истин, которые Кори для себя открывает. То есть это настолько откровенно, просто, вообще без фантазий. Поэтому я и как бы вот чем дальше читала, и чем больше я прочитала, я уверена, что это отличная книга для 12 лет, для 13 лет. Можно даже в 11 почитать, да, можно в 10 почитать. Тут настолько всё просто максимально. Но вот иногда в какие-то определённые состояния именно вот этого простецкого и не хватает. Вроде как бы и про милого маленького мальчика, а вроде как и не особенно напрягает. Вроде как и роман большой. Вроде как тут большая, как это называется, экспозиция, да, как-то профессионально назвать. Ну, то есть картинка на самом деле объёмная. Это целый городок его жизни. И Кори во всём вот этом вот вращается. Здесь есть некий жизненный этап один за другим у его семьи. В связи с тем, например, что приходит в этот американский городок супермаркет. И молочник, например, постепенно начинает увольнять своих сотрудников. Финансовый кризис и вот это вот всё. То есть какие-то чисто американские штуки, они есть. Это тоже очень приятно вплетено. Но для меня это такая смесь пока, наверное, Стивена Кинга. Хотя Стивена Кинга я не читаю. Но судя по тому, что рассказывают другие ребята, то, наверное, это Стивен Кинг с Харпер Ли, да, же у нас «Убить присмешника». Вот такая смесь забавная. Но идеальная, идеальная каникулярная чтение. Я, соответственно, буду читывать. Наконец-то я начитаю четвёртую часть. И я уверена, что, несмотря на перерыв, я её проглочу точно так же супербыстро. Всё. Должусь вам, как будет финал. Я уверена, что он меня не поразит. Не то, чтобы он мне был здесь интересен, потому что сюжетной части мне здесь будет. Ну так, по боку особо. Посмотрим, что сделает всё-таки Маккавен, потому что осталось-то ему очень немного. И я так-то, если бы серьёзно относилась к этому роману, бы начала волноваться, потому что, понятно, как он это всё сюда упихнёт, да и в такой маленький объём запихивать все, подворачивать все верёвочки, подвязывать. Тоже зачем так было делать? Ну да ладно. Не будем о плохом, будем только о хорошем. Я пошла дальше читать. Это великолепно. Я поставлю очень высокую оценку с каким-нибудь жирным намёком. Но. Но. Или, может быть, поставить объективную оценку. Я вот не знаю, поставить объективную или поставить эмоциональную оценку. Я тоже подумаю ещё об этом. Надо, конечно, сначала дочитать, потому что финал может всё испортить. А так пока вот как бы особо больше говорить и нечем. Но, кстати, знаете, ещё какой момент мне очень понравился, так как я очень сильно люблю мужскую литературу, и, соответственно, мне всегда очень интересно читать о детствах мальчишек и мальчишеской дружбе. И вот здесь вот эта вот компания очень классно показана, как каждый из этих мальчиков, ну, мне, по крайней мере, это видно, выполняет определённую роль в этой группе школьников. Каждый из них, некая такая деталь в этой компании, каждый из них важен, чтобы вот эта вот компания жила, дружила и так далее. А ещё мне понравилось, что здесь есть велосипед. Наш Кори наконец-то получает велосипед. И этот велосипед тоже непростой. И, наверное, вот как раз вот это мне очень нравится. Мне нравится вся эта линия с велосипедом, потому что она такая на грани. То есть непонятно, то ли это правда, волшебство, то ли это фантазия мальчика. А есть моменты, вот, например, как с собакой. Ещё какие-то были, где, ну, прямо откровенно видно, что это, ну, мистика, фантазия автора, который добавляет это волшебство, волшебство. На мой взгляд, роман был бы гораздо, гораздо лучше, если бы он весь был вот на вот этой тонкой грани. Но я в целом люблю, когда такое вот происходит. То ли реализм, то ли мистика. Вот. А здесь всё-таки где-то вот он настолько хорошо выписывает эти вот тонкие моменты, а где-то он сильно в лоб, сильно мистический. Но это неплохо, потому что в целом здесь как бы так и заявлено, что это мистика. Поэтому я не обманута, скажем так. Просто мне больше нравится, где Маккамна работает чуть тоньше в силу уже своих предпочтений. Встретимся на финале. Наконец-то я дочитаю его. И снова страсти. Я... Подождите. Чё там, то ли шуршит, то ли что. Я дочитала. Я дочитала. Это был интересный опыт. Это была книга, прочтение которой доказала одну очень-очень важную вещь. Например, что если вы начинаете читать какое-то произведение, к которому вы приступили с определённым настроением, вот с очень конкретно прописанным, знаете, как хорошее ТЗ хорошему дизайнеру, именно в этом настроении, с этими настройками, условно говоря, главного персонажа вашей жизни, вас самих, вы должны продолжать читать эту книгу. Потому что, вот, видимо, есть книги, когда ты слетаешь с этих настроек, всё совершенно по-другому. Проблема в том, что я уже упоминала, по-моему, бустерам, да, джудам, что, короче, я начала читать это в своём припадке косплея менее 12-летней по внутреннему ощущению. И всё было очень хорошо. То есть две трети я прочитала, я пролетела, я была невероятно влюблена. А потом мне пришлось сделать перерыв из-за... Традиционно кто-то написывает матери поздно вечером. Ну ладно. Из-за того, что у меня был контент-план, это и прочитанное, в том числе, которое нужно всё-таки выкладывать в определённое время в начале, как бы, следующего месяца. И вот это вот всё я отложила, не знаю, насколько, на две недели, что ли. И настроение-то ушло, а тут ещё и осень уже пришла, я уже давно читаю «Скандинавов». И в результате я вот это дочитывала, и я как бы с удовольствием дочитала. Я не тормозила нигде. Всё так же пролетело чудесно. Вот именно последняя часть, которая у меня оставалась, «Холодная правда зимы». Но уже у меня мозг, он не сумел отключаться полностью, на сто процентов. И я видела вещи, которые меня как бы и тут, я их видела, но я просто на них сбивала максимально. А здесь я уже такая, ну блин, ну блин, ну блин, Макамон, ну чё такое. И финал, и я такая, ладно, я ставлю оценку этому роману, рассчитывая не из своих эмоций, как я бы поставила, если бы я продолжила дочитывать эту книгу в том настроении, а я поставила оценку, исходя из очень объективной точки зрения моей лично. В итоге вышло три из пяти. По сюжету, зима — это зима. То есть мы здесь видим рождество, мы видим важный сюжетный момент, связанный со смертью близкого человека для Кори, для нашего главного персонажа. сюжетные вещи, связанные именно с его жизнью, с жизнью 12-летнего мальчишки. Он ходит в школу, там конфликтует с преподавательницей, что-то тут ещё у него такое было, да, они тут ходят в этот вот район чёрных, в этом городке, в Зефире. И потом наступает финал. Всё, что связано именно с главным посылом этого романа, что это роман про маленького мальчика в маленьком городке, всё было очень хорошо. А всё остальное, вот за что я уже, знаете, так объективно на это смотрела, временами закатывала глаза. Это, к сожалению, какие-то моменты, которые проявлялись и здесь, и раньше, здесь как будто бы увеличились, возможно, из-за ощущения того, что зима здесь как будто бы чуть меньше, чем та же осень. Из-за того, что именно к концу Маккомон начал закрывать важные сюжетные ветки, важные сюжетные арки, к сожалению, очень мало пространства для этого закрытия, учитывая, что до этого оно в основном всё тупо провисало, было забыто, было заброшено, и тут внезапно всё вспомнилось, и Маккомон начал заканчивать. Это было очень суборно, и какие-то вещи, которые тебя, возможно, даже впечатляли до этого, как будто разочаровали. Например, здесь есть вот этот вот крипи сон с четырьмя негритянскими девочками, сон, который снится Кори. Вот он мне очень понравился, он какой-то был такой прям супер атмосферный. Мало того, что он потом как будто бы перестаёт снится так часто, и так часто упоминаться Маккомоном, так ещё и финал этой линии просто дурацкий. Он настолько дурацкий, он, знаете, он такой даже нелепый, что ли, потому что сама атмосфера этого сна была настолько для меня впечатляющая. Она была достаточно, ну, как бы банальная, что ли, но в рамках такого некоего хоррор-момента это было симпатично. Мне очень понравилось. Я люблю даже банальные хоррорные моменты, и поэтому я впечатлилась супер. Конец. И я вообще не поняла, что это. Ну, это типа, ой, я специально, я случайно увидел фотографию. Ой, вот и финал. Вот и всё, я разрешилась. Вот такое. Ладно. Потом разрешается линия с таинственным ящиком, свидетельством, которому было... Короче, в походе Кори попытался составить сложное предложение, и не получилось. Кори с друзьями был в походе, где-то там, где-то, где-то вот тут. Вот увидел, что ящик передали в лесу от мужиков к мужикам, потом эта линия на некоторое время тоже исчезает, и вот она наконец-то заканчивается. Ну, спасибо на этом, что она закончилась. Ну, тоже закончилась, когда автор уже как будто бы торопился всё это подбирать. И самая главная линия, это вот то, что в самом-самом начале, в самом-самом на конце наконец-то всё разрешается. Был момент вообще вот именно вот в этой последней части, который я вот зачитала, я прям даже не знала, как на это, если честно, отреагировать. Вот хорошо меня в целом сам текст уже так увлекал до этого, что я как будто бы, ну, закончила и закончила, хорошо. Но здесь есть момент, когда двое героев, два персонажа, мужчины, оказываются перед лицом смерти. То есть вот реально, им сейчас придёт крышка. И оба этих мужика, они отвратительные. То есть они вот, я пытаюсь тут найти момент, они настолько отвратительные, что, ну, прям говно люди. И оба этих мужика перед лицом смерти внезапно раскрывают всю правду. Точнее, один сначала раскрывает всю правду, а второй делает доброе дело. И это было так. Кори, тут где-то даже в тексте, говорит о том, что ему бы хотелось бы верить, что вот это доброе деяние было совершено, потому что в человеке всё равно было что-то хорошее. С другой стороны, вот этот человек выставлялся таким мерзотным вообще, отщепенцем общества, таким человеком, который творил такое. И тут он делает что-то хорошее. И дальше Кори как бы говорит, мне хочется верить, что вот это было доброе. Не будем циниками, будем верить. А я читала и думала, нет, я циник, циничный сводч, и я не верю. Я не верю, что подобные люди могут сделать что-то такое вот перед смертью. Не знаю. В общем, какие-то у меня тут возникли проблемки. С другой стороны, это литература 12-летних, поэтому в 12 лет я бы этому моменту поверила. В 12 лет меня какие-то разочарования, возможно, жизненные, не смущали. Я больше верила в людей, поэтому это бы прокатило. К концу книги Макамон включает дидактичность. И меня это тоже подмораживало, потому что в какой-то момент появлялся вот этот вот герой из будущего. Я поняла, что меня это ужасно раздражает в литературе, когда литература пытается нам рассказывать историю от лица Кори, ну, то есть это Кори-рассказчик, и мы видим детство, мы не заглядываем в то, что будет потом, кроме эпилога и вступления. Мы видим 12-летнего мальчика, и тут внезапно прорывается голос из будущего про то, что мир погрязнет в пластике, про то, что маленькие городки умрут, всё человечество погрязнет в, как же это, меркантильности, в жажде денег. «Ничего светлого не останется на земле!» И такой, это что такое? Это что за пророк из будущего? Тут вообще появляется какой-то занудный мужик, который портит вообще всю картину 12-летнего возраста. Зачем это было? Не надо так делать, Макомон, пожалуйста. Мне, кстати, вот и по этому поводу мне очень сильно понравился эпилог, то есть когда уже очень-очень взрослый Кори возвращается в этот маленький городок, чтобы что? Чтобы тоже показать, что вот это тут всё тлен и тоска. А, вот, я нашла, кстати. «До сих пор я верю в то, что на свете нет таких отпетых негодяев, чью душу невозможно спасти. Быть может, я наивен, как и мой отец, но лучше быть наивным, подумал я, чем чёрстым и бесчувственным». Ну и, собственно, я написала. Ну что ж, я чёрстая и бесчувственная. Вот главная разница между чтением этого в 13 и в 30. Короче. На мой взгляд, этот роман надо читать, если вот он у вас стоит в планах. Пожалуйста, не рискуйте, не читайте его просто так, а поймайте вот это вот настроение, как у меня, когда вы очень сильно захотите ментально вернуться в это ощущение, что взрослой жизни не существует и вы ни с чем ещё не знакомы, и тогда вам это чтение невероятно зайдёт. Если вы когда-то пытались читать и вам не зашло, возможно, вам как раз нужно поймать тоже это настроение. Объективно говоря, на мой взгляд, это не идеальный роман. Он очень далёк от совершенства, он требует слишком многого для того, чтобы его воспринять на пять из пяти. Он требует очень-очень конкретного твоего состояния. Оно не так уж часто находит, по крайней мере, на меня, 30-летнюю. Поэтому а вот так, если просто ой, я возьму крутой роман и почитаю, слишком много Маккамон захотел запихнуть в этот роман. То есть у него здесь как бы вроде и детектив, и вроде как и мистика, и даже моменты Михорна. У него здесь и обычная жизнь мальчишки, у него здесь и маленький городок, и проблемы американского маленького городка, 60-е годы. Здесь и тема дружбы, тема родителей, дети, тема вот эта злодейская, бандиты. Тема бандитов с той привычкой Маккамона бросать какую-то линию на полпути, и ладно бы он её ещё вот закончил что-то на финале, но, например, какой-то герой здесь вот, ей голый мужик, который ходит по городу, он присутствовал здесь достаточно долго, чтобы помочь Коре обнаружить одну вещь. Как только он помогает Коре, он исчезает из текста, его фактически нет. И ты такой, в смысле, то есть всё это время он реально присутствовал, ходил голый, но как только он помог Коре, он уже не нужен тебе, Маккамон? Ты не хочешь его вернуть? Вот таких моментов здесь очень много. И Маккамон не смог связать столько много вещей в один роман. На мой взгляд, не каждый писатель вообще может взять очень много важных тематик, больших, крупных, засунуть всё как бы в один текст и написать всё это очень связно, всё это очень ровно, переходя из одного в другое, или так перемешать этот коктейль, что он будет просто лучшим твоим книжным коктейлем. А здесь это не получилось, к сожалению мне вообще как бы вот в этом плане нет, нет, тут всё очень сложно. Огромная ошибка Маккамона, что он начинает с такой сильной завязки, тройвовой завязки, потому что потом роман вообще ни о чём. Он по сути максимально бессюжетный. И то, что там он периодически вспоминает и что-то пытается написать, ну, он вспоминает в очень, скажем так, моменты не самые удобные. И, например, к концу он всё это заканчивал исключительно под девизом, только потому, что автору так захотелось. Автору нужно было срочно завершить, автор срочно завершил. Здесь ещё, кстати, есть момент, кстати, который меня тоже, кстати, кстати, который меня слегка выбил из колеи, как читателя, потому что читаешь этот роман и понимаешь, что Кори на самом деле большая умничка. Он вот мне чем нравился всю книгу, и я понимаю, почему этот роман может быть вдохновляющим чтением для 12-летних или для 13-летних, потому что сам Кори он такой умненький, у него есть какое-то сильное увлечение кинематографом, литературой, у него там какие-то монстры развешаны по комнате, то есть он любит всю эту и мистику, в том числе он мечтает стать писателем. В общем, парень шарит, и когда наступает сюжетный момент, когда ему нужно сделать вовремя ноги, а до этого он вроде как не страдал тупостью, он почему-то делает глупость и идёт в опасное место, хотя у него там есть выбор, он может схватить велосипед и уехать. Только почему? Только потому, что автору нужно было уже заканчивать, ему нужно было уже ввести героя вот в эту сцену столкновения, а как мы введём героя, мы сделаем Кори слегка отшибленным на голову, и вот этот вот умненький мальчик, который потрясал всю книгу своим каким-то здравомыслием, когда-то нужно реально взять велосипед и укатить, он почему-то перестаёт быть таковым в определённый важный момент, такой, ну блин, макамон, и вот это вот всё, поэтому очень всё неровно, неоднозначно, но, 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 я не буду избавляться от этой книги, я уверена, что когда-нибудь на меня найдёт ещё такое же настроение, я возьму эту книгу и испытаю опять эти потрясающие эмоции, чтиво для 12-летних, здесь очень много наивных вещей, повторяющихся, достаточно банально, достаточно просто, когда тебе уже 30, и ты уже хочешь, чтобы тебе говорили о таких важных вещах, чуть более сложно может быть, а не так в лоб, не так дидактические, поэтому всё, как здесь написано и всё, что здесь рассказывают. 12 лет покупайте своим племянникам, детям, здесь нет ничего особенно такого, чтобы дети вот подобного возраста не пережили, вообще супер детское чтение, идеальное детское чтение, поэтому для взрослого чтение 3 из 5, для детского 5 из 5. На удивление, я внезапно прочитала этот роман, совершенно даже не ожидала, что я всё-таки сделала на него отдельный выпуск, но вот как-то так получилось. Я очень жду ваши комментарии, потому что роман популярный, наверняка из вас многие читали, многие любят, многие ненавидят, кто-то испытывает средние эмоции, пожалуйста, напишите, вот что вы чувствуете по поводу этого романа, что вас тоже раздражало, если раздражало, во что вы влюблены, если вы влюблены, планируете читать, если не читали, не планируете читать, был ли у вас заход ошибочный, как у меня, в общем, много всего тут можно поговорить, потому что роман популярный, поэтому давайте пообсуждаем, пишите ваши прекрасные комментарии, спасибо вам за просмотр, я вас люблю и обожаю за то, что вы смотрите мои эти бесконечно длинные выпуски на один роман, и увидимся в следующем выпуске, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok